Доброго времени суток! В эфире НВК Саха передача ПРО АВТО 14. Мы поднимаем вопросы и обсуждаем темы, касающиеся правил дорожного движения. В студии работает Валерий Антонов. В течение следующих 25 минут вас ждет много новой и, главное, интересной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что произошло на дорогах нашего региона за последнюю неделю? Все гениальное просто. Зачем упрощать процедуру оформления документов после ДТП и с какой критикой сталкивается так называемый европротокол? Век живи, век учись. Как выбрать правильную автошколу и стать хорошим водителем? Повторение, мать учения, знания правил дорожного движения в нашей студии проверит известный блогер Андрей Слепцов. Перед тем, как начать наш выпуск, мы предлагаем вашему вниманию обзор последних происшествий на дорогах нашего региона. В течение последней недели произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, 11 получили различной степени тяжести повреждения. 22 мая в 11 часов в городе Нирюнгре водитель, управляя автомобилем Toyota Ipsum, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, потерял контроль над управлением, в результате чего совершил наезд на опору уличного освещения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля 1998 года рождения получил ушибы и ссадины. От госпитализации он отказался. Пассажир автомобиля, который находился на заднем пассажирском сидении, в результате дорожно-транспортного происшествия получил телесные повреждения в виде множественных ушибов и компрессионного перелома грудного отдела позвоночника. Госпитализирован в реанимационное отделение Нирюнгринской центральной районной больницы. У водителя и пассажира установлено алкогольное опьянение. 22 мая около часа дня в дежурную часть госавтоинспекции города Якутска поступило сообщение о том, что на 15-м километре Намского тракта в озеро вылетела машина. По предварительной информации установлено, что около часа дня неустановленный водитель, управляя автомашиной Toyota Crown, следуя по Намскому тракту в сторону города Якутска, не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд дороги с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. 19 мая около 19 часов вечера 60-летний водитель, управляя автомобилем «Жигули» в село Малакай возле дома номер 20 улицы Мегижекского, совершил наезд на ребенка велосипедиста. В результате происшествия 8-летний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правой глазницы, множественные ушибы и ссадины. Пострадавший ребенок доставлен в больницу города Нюрба, где ему назначено амбулаторное лечение. В момент происшествия мужчина имел очевидные признаки алкогольного опьянения, от прохождения свидетельствования он отказался. Автомобиль в установленном порядке на учете госавтоинспекции не состоит. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Европротокол это извещение о дорожно-транспортном происшествии, которое оформляется участниками автоаварий самостоятельно и не требует участия сотрудников ГИБДД. Зачем и главное, когда нам следует использовать Европротокол мы узнаем в следующем сюжете. Многие водители сразу после аварии в состоянии стресса забывают или попросту не знают, что нужно делать после попадания в аварии, чтобы не нарушить требования законодательства. И здесь к ним приходит на помощь Европротокол. Европротокол оформляется путем заполнения бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии участниками аварии самостоятельно, без привлечения сотрудников полиции. Согласно действующему законодательству, вы можете самостоятельно оформить произошедшее дорожно-транспортное происшествие с использованием Европротокола при соблюдении следующих условий. Первое. Если дорожно-транспортное происшествие произошло в результате взаимодействия двух транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых застрахована по ОСАГО. Второе. Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только двум транспортным средствам без пострадавших, погибших и причинения вреда иному имуществу. Третье. Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате дорожно-транспортного происшествия не вызывают разногласия участников дорожно-транспортного происшествия. И четвертое. Если размер страхового возмещения причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может превышать 100 тысяч рублей. Если обстоятельства дорожно-транспортного происшествия не удовлетворяет хотя бы одному из перечисленных условий, фиксировать аварию придется в общем порядке. Должны быть два участника, и один из них должен признать свою вину и поставить отметку в определенном месте в Европротоколе. И в течение пяти дней они уже обязаны подойти в свою страховую компанию для оформления дорожно-транспортного происшествия в форме Европротокола. Если Европротокола по какой-то причине нет под рукой, необходимо обратиться в ближайший офис страховой компании. Кроме того, можно скачать бланк бесплатно на официальных авторитетных ресурсах и распечатать на любом принтере. Европротокол при дорожно-транспортном происшествии составляется на особом документе определенной формы. Он состоит из двух листов – основного и дополнительного. На первом листе каждого из документов оба водителя самостоятельно заполняют обе колонки. После оба документа отделяются друг от друга, и каждый из них обладает одинаковой юридической силой, неважно какой лист попадет к какому водителю. После заполнения лицевой стороны бланка оба участника автоаварии обращаются к обратной стороне бланка и подробно описывают свою версию сложившейся ситуации. После того, как оба водителя заполнили бланки, они приходят к соглашению, подписывают бланки и разъезжаются по своим делам. Европротокол позволяет не только существенно сократить временные затраты на оформление дорожно-транспортного происшествия, но и быстро убрать машину с проезжей части, тем самым облегчив проезд с остальным участником дорожного движения и минимизировав риск возникновения новых столкновений. Первые автошколы появились 111 лет назад в Великобритании, и с тех пор многое изменилось. Все больше и больше людей сейчас хотят обучаться этому мастерству автовождения. Как правильно выбрать автошколу и чем при этом руководствоваться, мы сегодня обсудим с нашим гостем, капитаном полиции, старшим инспектором по пропаганде, Ощепковым Владимиром Федоровичем. Здравствуйте, Владимир! Итак, первый же вопрос. Что нужно учитывать, опять-таки, какие параметры нужно брать во внимание при выборе правильной автошколы? Ну, первое правило, опять же, соответственно, зависит от самого человека, грубо говоря. Ну, так сказать, да. Если, в принципе, человек уже сам вправе выбрать, какую ему автошколу выбирать, то есть, соответственно, это официальная автошкола, которая относится к ДОСААФ, к какому-либо институту, ну, в общем, образовательному учреждению, либо, опять же, частым автошколам, которые относятся, опять же, к числу юридических лиц, которые предоставляют данную услугу. А получается, между этими школами, которые относятся к ДОСАФ и частниками, есть какая-то разница? Ну, в принципе, конечно, есть. Частное – это частное. В принципе, это частное лицо, которое, опять же, как юридическое лицо предоставляет данную услугу по обучению водительскому удостоверению, то есть по обучению правилам дорожного движения со соответствующей категории водительских удостоверений. Также есть у нас профессиональные технические учреждения, то есть политехнические, в принципе, которые конкретно уже обучают автослесарей. И, соответственно, опять же, у нас, который на слуху, это ДОСАФ, который, опять же, объединяет в себе несколько организаций и который, опять же, предоставляет данную услугу по обучению всех категорий транспортных средств и, в принципе, соответственно, опять же, и не только, да, то есть это, опять же, они обучают и колесным транспортным средствам, то есть это трактора, которые относятся, да, и, соответственно, обучают, опять же, заканчивая уже водным транспортом, который уже можно управлять, то есть, опять же, они могут получить права, которые дают право управлять водным транспортным средством. В любом случае, при выпуске из этой автошколы, любой начинающий водитель получит одинаковое удостоверение, верно? Ну, соответственно, да, конечно. А вот если отталкиваться от того, какая это автошкола, какие есть параметры, которые нужно уже изучать внутри самой автошколы? Лицензия, на какой срок она отдается, нужно ли учитывать автопарк, может быть, преподавательский состав даже тот же? В первую очередь, это преподавательский состав, который имеет уже хороший опыт, соответственно, да, который, опять же, предоставляет данную услугу уже не первый год на обучение водительского удостоверения определенной категории, да. Ну и, соответственно, надо выбирать таким образом, чтобы, опять же, не попасть в просаг, так сказать, да, не выбирать, опять же, не стоит выбирать такие автошколы, которые предоставляют услуги уже без соответствующего договора. И, соответственно, человек, опять же, должен выбирать такое предприятие, ну, то есть автошколу, так сказать, да, которая, опять же, предоставляет эту услугу не в первый год, и, соответственно, у него должен быть уже соответствующий договор. Опять же, не все автошколы составляют договор правильно, да, можно сказать, да. Ну, в принципе, у нас, если так взять, то у нас на территории города Якутска, в принципе, более 10 автошкол есть, которые, опять же, имеют право предоставлять данную услугу и имеют соответствующую лицензию. И, опять же, аккредитацию о том, что они могут предоставлять данную услугу по обучению граждан на определенные категории водительского удостоверения. То есть, опять же, на это надо смотреть человеку, который, опять же, хочет обучиться такому мастерству, то есть стать водителем транспортного средства. Он, опять же, должен уже смотреть на договор, как он будет правильно, в принципе, выполнен с юридической стороны. То есть, в данном договоре, опять же, должны быть все юридические адреса данного предприятия, да, автошколу, да, который обучает, опять же, да, водительскому удостоверению. И, соответственно, там уже должны быть прописаны, опять же, повторяюсь, юридический адрес, ИНН, счет, ну, и, в принципе, как минимум, у автошколы должна быть печать о том, что вот они предоставляют данную услугу и имеют право предоставлять, опять же, обучение граждан водительскому удостоверению соответствующей категории. Есть ли вообще иные способы обучения водительскому мастерству не только в автошколах, допустим, может быть, где-нибудь в других учреждениях, допустим, может, после школы можно где-нибудь через армию? В принципе, есть у нас учреждения, которые предоставляют данную услугу на практически бесплатной основе, то есть это должны быть физические лица определенного возраста, то есть это, опять же, в основном идут дети несовершеннолетние с 9-го, с 10-го класса, которые, опять же, могут в соответствии со своим здоровьем пройти на вооруженные силы. То есть для этого, опять же, они у нас проходят каждый год в военно-врачебную комиссию на военкомате, да, получается. И, соответственно, там ежегодно производится набор курсантов для обучения определенной категории, то есть А, Б, С, да. Ну, в основном обучают категории С, в принципе, да, если так взять, для того, чтобы, опять же, тот гражданин, который станет уже взрослым по исечению, который уже может быть призван в вооруженные силы, уже он идет 18 лет служить в ряды вооруженных сил, и, опять же, он, получается, вот проходит военно-врачебную комиссию, обучается этому, в принципе, практически бесплатно, да, данном категории водительских удостоверений, и, опять же, когда он идет служить в вооруженные силы, то он уже получает уже категорию С, опять же, по исечению 18 лет, то есть, когда ему исполнится совершеннолетие. Ну, в основном туда берут курсантов с 17 лет, соответственно, да, для того, чтобы он уже через год, в принципе, уже готовый, мог пойти служить в вооруженные силы и уже иметь при себе определенный навык вождения грузовым транспортным средством, ну, и не только, соответственно, да. И, в принципе, таким образом можно выйти из ситуации, ну, так сказать, сэкономить свой семейный бюджет для родителей, да, ну, и, соответственно, опять же, родители могут пойти вперед, можно сказать, да, для своих детей. Сейчас мы сами знаем, опять же, автошколы у нас обучают всем категориям, да, то есть, это касаемо скутеров, мокиков, ну, и, опять же, сейчас у нас есть новые критерии, если так взять по электронным самокатам, так называемым, да, то, опять же, там, если согласно всем нормам и всем тем требованиям, которые, опять же, сейчас требует наше законодательство, то электросамокаты, которые имеют больше 0,25 кВт, то есть, это более 250 Вт, они уже должны быть с определенной категорией, соответственно, то есть, эта категория М должна быть, это, опять же, водитель мопеда, мокика, он уже обязан иметь определенную категорию М. С 16 лет несовершеннолетние, в принципе, могут получить данные водительского удостоверения, и, соответственно, если, опять же, они обучаются в автошколе категориям А, Б, С, то они, опять же, их получают только с совершеннолетием, то есть, когда им исполнится 18 лет. Большое спасибо, Владимир, за наиполезнейшую беседу. Дорогие телезрители, я надеюсь, каждый из вас из нашего диалога подчеркнул для себя что-то новое, и что-то действительно интересное, я надеюсь, каждый из вас выберет правильную автошколу. Сегодня очень сложно встретить человека без водительских прав. Каждый сегодня хочет поскорее закончить автошколу и пересесть за руль своего автомобиля. Однако наличие водительских прав и водительский опыт – это совершенно разные вещи. Тех часов вождения, которые вам прилагаются в автошколе, совершенно недостаточно. В следующем сюжете мы узнаем, какие же страхи окутывают водители новичков и как с ними бороться. С неуверенностью в себе. Я считаю, что это связано, во-первых, с незнанием ПДД и с психологическим барьером, что человек попадает в незнакомую для него обстановку, и он не уверен в своих действиях. Предотвратить, ну, конечно, в первую очередь я бы рекомендовала знать теоретическую часть, то есть теорию ПДД для того, чтобы быть более уверенным в себе. Если человек знает, что он делает, в какой ситуации, то, конечно, он будет более уверен. И можно взять с собой для компании другого человека, но неопытного водителя, потому что опытные водители начинают учить и не всегда учат правильно. То есть можно взять какого-то друга, знакомого для моральной поддержки, чтобы вы не один. Также я бы рекомендовала выезжать не в часы пик, а когда маленькая загруженность на дороге, либо рано утром, либо поздно вечером, для того, чтобы не было большого скопления транспортных средств, и тогда человек будет более уверенно себя чувствовать и постепенно-постепенно уже привыкнет, что он находится на дороге именно за рулем. Обязательно нужно знать ПДД, нужно повторять для того, чтобы, конечно, не забывать теоретические знания и уметь их в жизни. То есть у нас бывает очень часто, когда люди знают в теории, но в жизнь это не могут внести. То есть именно не могут применить это на практике. Учиться вы именно в какой-то ситуации. Постоянно даже для себя, когда вы, например, ездите с другим человеком, смотреть на дорогу, смотреть на дорожные знаки, постоянно для себя повторять, что такой знак говорит, что другой знак говорит, вспоминать правила, смотреть, кто кому уступает, по какой причине. То есть вы должны понимать, что происходит вокруг вас. И тогда, уже когда придет осознание того, что происходит, тогда, конечно, вам будет легче. И мы приступаем к нашей постоянной рубрике, в рамках которой известные люди проверяют свои знания правил дорожного движения. И сегодня наш гость – блогер Андрей Слепцов. Итак, Андрей, первый вопрос. Сколько пересечений проезжих частей имеет этот перекресток? Одно, два или четыре? Сколько пересечений проезжих частей? Четыре. Хорошо, мы засчитываем этот ответ и идем дальше. Эти знаки обязывают соблюдать дистанцию. Первый вариант ответа. Менее 70 метров и на протяжении 100 метров. Не менее 70 метров на протяжении 100 метров. От 70 метров до 100 метров. Так. Давай третий. Третий вариант ответа. Уверен? Совсем. Хорошо. Ладно, засчитываем этот вариант ответа. Следующий вопрос. Обязан ли водитель подавать сигналы указателям поворота при начале движения в жилой зоне, обозначенной соответствующим знаком? Первый – обязан. Второй – обязан только при наличии в непосредственной близости пешеходов. И третий вариант ответа – не обязан. 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 Первый. Так уверен? Итак, следующий вопрос. Вопрос номер 4. На каком расстоянии от знака вам разрешено поставить автомобиль на стоянку? Не менее 5 метров, не менее 10 метров, не менее 15 метров? Третий вариант ответа. Отлично. Идем дальше. Как изменяется поле зрения водителя с увеличением скорости движения? Оно расширяется, оно не изменяется, оно сужается. С увеличением скорости, да? Она сужается. Третий вариант. Сужается. Хорошо. Принимаем этот вариант ответа и идем дальше. Разрешено ли вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте? Разрешено. Разрешено, если вы проживаете рядом с этим зданием. И запрещено. Запрещено. Хорошо. Запрещено, так запрещено. Идем дальше. На каком расстоянии до встречного транспортного средства следует переключать дальний свет фар на ближний? Первый вариант ответа. Не менее чем за 150 метров, не менее чем за 300 метров. И по усмотрению водителя. 150 метров. Первый вариант ответа. Хорошо. Идем дальше. Кто должен уступить дорогу? Водитель легкового автомобиля. Водитель грузового автомобиля. Водитель грузового автомобиля. Водитель грузового автомобиля. Хорошо. Принимаем этот вариант ответа. Идем дальше. Вы намерены повернуть налево. Кому вы обязаны уступить дорогу? Так. У меня главное показывает направо, да? То есть... Так. Этот скрыт сидит прямо, да? Всем уступаю дорогу. Четвертый вариант. Четвертый вариант. Ответы вы считаете? Угу. Всем транспортным средством. Хорошо. Идем дальше. По какой траектории вам разрешается выполнить разворот? Только по А, только по Б. По указанным траекториям разворот запрещен. Третье, конечно, на знак одностороннее движение. Это был последний вопрос. Эксперт подведет итоги. И мы узнаем, на какую же оценку ты сдал свой экзамен. Итак, добрый день. В очередной раз, наблюдая за тем, как решают опытные водители вопросы из билетов, есть определенные нюансы, на которые хочется обратить внимание. Большая часть ответов у вас, конечно, правильная с первой попытки, но есть и недоработочки. В первом вопросе, сколько пересечений проезжих частей имеет этот перекресток? Пересекаемая дорога имеет разделительную полосу, которая делит дорогу на две проезжие части. И, соответственно, двигаясь, вы будете пересекать сперва одну, потом вторую. То есть на этом перекрестке два пересечения проезжих частей. Эти знаки обязывают вас соблюдать дистанцию. Ну, во-первых, если у нас знак круглый, имеет красную кайму, это запрещающий знак. И он нам говорит, что дистанция до впереди идущего автомобиля должна быть не меньше 70 метров. А табличка дополнительной информации говорит, что соблюдать такую дистанцию мы должны на протяжении 100 метров. То есть на протяжении 100 метров не должны приближаться к впереди идущему автомобилю ближе на 70 метров. Обязан ли водитель подавать сигналы указателями поворота при начале движения в жилой зоне? Тут вы молодцы, сразу же ответили. Верно, конечно же, обязан. Перед любым маневром. На каком расстоянии от знака вам разрешено поставить автомобиль на стоянку? Также вы ответили сразу же верно. Не меньше 15 метров. Но поле зрения водителя действительно сужается с увеличением скорости движения, так как водитель должен смотреть намного дальше вперед. И, соответственно, угловая скорость перемещения предметов уменьшается. И взгляд водителя концентрируется на тех предметах, которые расположены дальше. Разрешено ли вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте? Здесь вы допустили ошибку. Разрешено, что ли? Конечно, разрешено. У нас с вами стоит знак «Остановка запрещена». Данный знак запрещает не только остановку, но и стоянку. Однако под знаком стоит стрелочка, направленная вниз. То есть как бы к нам, на встречу движения. И это говорит о том, что знак действует до места его установки. То есть где он установлен, там заканчивается зона действия знака. И за знаком можете спокойно вставать. То есть разрешено. Разрешено. На каком расстоянии вы ответили сразу же правильно, не меньше, чем за 150 метров, переключаетесь на ближний свет фар. Здесь также вы ответили совершенно верно. Здесь есть общее правило. У кого проблемы на полосе, тот и уступает дорогу. Кроме случаев одновременного перестроения. При одновременном перестроении действует правило правой руки. Здесь же у водителя грузового автомобиля заканчивается полоса. И это проблемы водителя грузового автомобиля. Он должен уступить дорогу легкому. Вы намерены повернуть налево. Под знаком «Главная дорога» стоит табличка дополнительной информации, которая говорит, что главная дорога у нас и у легкового автомобиля. Соответственно, те, кто находится на второстепенной дороге, едут во вторую степень, во вторую очередь. Поэтому сперва проезжать должны водители, которые находятся на главной дороге. Между собой действуя по правилу правой руки. И на главной дороге справа у нас только легковой автомобиль. Соответственно, пропускаем мы в этой ситуации только легковой автомобиль. Ну и последний знак. Очень часто почему-то водители его путают. Этот знак 4.1.1 называется движение прямо. Говорит, что на первом пересечении проезжих частей вы должны двигаться прямо. Знак одностороннее движение это знак квадратный. А, да, точно. Вот, поэтому по траектории Б мы с вами разворачиваться не можем, так как знак обязывает двигаться прямо. А по траектории А нам ничего не мешает развернуться. Итого у нас с вами вышло 50 на 50. То есть половина ответов правильные. Ну, благодарю. Было очень приятно посмотреть, понаблюдать. Ну и приглашаю вас заняться самообразованием, освежить в обязательном порядке свои знания. Спасибо. До свидания. Вам спасибо. Вот и наша передача подошла к концу. Дорогие зрители, будьте бдительны. Не забывайте правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких. До встречи в следующем выпуске. Субтитры подогнал «Симон»!